Добрый вечер. Меня зовут Йоханнес Восвинкель. Я представляю фонд имени Генриха Бёля. Я буду модерировать, вести нашу вторую подиумную дискуссию. Мы поговорим об экологических протестах, которые имели место быть не только в Кузбассе, но и во всей России. Моя коллега до этого называла формат этого мероприятия, а именно российские альтернативы. И если очень внимательно посмотреть на эти альтернативы, то меня всегда, когда я там работаю, поражает, насколько многообразной является эта страна и насколько многообразными являются феномены, которые изначально взаимоисключающими являются и в то же время параллельно существуют друг с другом. Экологические протесты. Вы знаете Грето Тунберг, какое количество протестирующих она собирает. Если посмотреть на карту России, и если бы, например, представить, что за каждым протестом скрывается какой-то фонарик, который сверкает на этой географической карте, то их наберется очень большое количество. И да, есть Кузбасс со своим черным снегом, но есть и другие регионы в России, которые занимаются добычей полезных ископаемых. И мы посмотрим на ситуацию там, посмотрим, произрастают ли там какие-то движения, инициативы, либо просто проявляется неудовольство, которое потом и гаснет. Сегодня к нам приехало трое гостей из России. Позвольте представить сперва Елену Соловьеву. Она является блогером, журналистом, хотя эти две ипостаси очень плавно переливаются друг в друга. Елена Соловьева с 92-го года живет в Сыктывкваре. Прошу прощения за произношение. Она пишет для многих издательств «Нью Таймс», «Семь маль семь». И в последнее время Елена занимается интенсивно экологическими темами. Затем позвольте поприветствовать очень сердечно Ивана Блокова. Он является программным директором «Гринпис Россия». И не так давно Иван Блоков опубликовал книгу под названием «Окружающая среда и защита окружающей среды в России последние 25 лет». Эта книга вышла на русском языке, она вышла также и на английском языке. И мы сегодня от Ивана услышим о российской эпохе защиты окружающей среды, об экологии. И во второй половине 90-х годов с экологической ситуацией в России все выглядело намного лучше, чем в нынешней ситуации. Также позвольте представить Владимира Сливака. Это вот такой же зарекомендовавший себя боец экологического движения. Он представляет движение «Экозащита», «Экодефенс», организация, которая занимается экологическими вопросами, вопросами угольной промышленности, вопросами ядерной энергетики. И вот сегодня об этом он нам расскажет. Давайте будем говорить не только об угле. И поэтому я хочу попросить Елену рассказать о протестном движении, которое занимало ее умы. Как журналиста речь идет об Архангельской области, о Шьесте. И там очень большая проблема. Это проблема с мусором. Елена, пожалуйста, вы можете рассказать, о чем идет речь в Шьесте и что там происходит, что касается протестного движения? Работает это? Да. Да, работает. Работает. Да, хорошо. На самом деле я давно занимаюсь экологическими проблемами. И писала я и о нефтеразливах, и была на Кузбассе, и писала, какие там проблемы с углем. И писала о Шейсе. В какой-то момент я поняла, что экологические протестные движения, они имеют много общего, различаются в каких-то принципиальных вещах. И дело в том, что за этой ситуацией она находится в развитии, и за ней очень интересно наблюдать. Я думаю, что экологические движения в ближайшие годы, возможно, окажут серьезное влияние на политическую ситуацию внутри страны. Не больше, не меньше. Они очень политизированы. Мы сейчас говорили о проблемах с углем, связанных с Германией. Но я бы тут хотела заметить, что, конечно, мы можем говорить, смотрите, ребята, какие у нас проблемы с экологией. А вы потом употребляете наш уголь, это не очень хорошо. Но если говорить с точки зрения прагматической, то экологические проблемы России, они влияют на многие другие страны не только в том плане, что кому-то должно быть стыдно за то, что он пользуется тем, что приносит экологические проблемы другим людям. Например, если говорить о Шиесе, то в 800 метрах от строительства будущего полигона проходит Нордстрим. Это газ, который идет в Европу. Две ветки Нордстрима. Дело в том, что свалки, вы знаете, самовозгораются, а там собираются сделать самую крупную в Европе свалку. И если что-то случится с трубой, по которой в том числе и в Германию идет газ, я думаю, что это, возможно, приведет к каким-то серьезным экономическим последствиям для Германии в том числе. Если мы говорим о Челябинском ГОКе, с активистами, которого я тоже недавно общалась с Василием Московцом, то они собираются, нарушая, конечно, со всевозможными экологическими нарушениями и с нарушениями прав человека, добывать медь. И рассчитали, что ее количество таково, что они могут стать серьезными игроками на рынке продажи меди. Медь – это такая штука, которая нужна для этих вещей, которыми мы все пользуемся. То есть я не… поймите меня правильно. Я не осуждаю стремление своей страны как-то влиять на ситуацию в мире, используя свои ресурсы. Мне печально, что они не относятся к гражданам России как к ресурсу. Но только если с точки зрения налогов они думают, о, люди – это новая нефть, можно с них брать побольше денег. Но они не относятся к людям как к ресурсу, который нужно беречь и в который нужно вкладываться. Ну и непосредственно, приходя к протестам в ШИСе, что это такое и почему этот протест так важен. Вообще экологических протестов начинает возникать все больше и больше в разных местах, не только в ШИСе. На самом деле они были и раньше. Мало того, я хочу сказать, что, например, в республике Коми есть комитет спасения и печоры, с помощью которого граждане республики могли бороться с экологическими проблемами и даже, вы не поверите, побеждать в каких-то случаях. Запрещать, например, они не позволили такой компании, как Лукоил, построить шламонакопитель. Это полигон для отходов нефтяного производства. Очень ядовитый, рядом с пятью населенными пунктами. Это строилось, конечно же, как экологический объект в год экологии. Но почему-то местные жители сказали, что они с этим не согласны и смогли добиться того, что это не было построено. Протест в ШИСе во многом о ценностях. Люди даже сами не знали, ни в Архангельской области, ни в Коми, Сыктывкар в 90 километрах от ШИСа, что они способны на такое. Больше года идет противостояние. И это очень комплексный протест. Он и на самом ШИСе. Он выражается в том, что люди выходят на митинги, что они сообщают о чем-то в соцсетях, что идет большая информационная поддержка. Дело в том, что тут затронуты две ценности. Одна из них такая очень базовая – это ценность выживания. Если там будет мусорный полигон, у людей, которые там живут, пропадет возможность жить, потому что они во многом выживают за счет того, что ходят на охоту, рыбалку, собирают ягоды, грибы. Они выращивают картофель на огородах, и они это едят. Они этим питаются весь год. У них низкие зарплаты, низкие пенсии. Они очень бедные. Не везде, потому что там есть, например, поселок Курдама. Там работают люди из «Газпрома». Там очень много людей работает в «Газпроме». Там есть люди, которые могут позволить себе отпуск в Арабских Эмиратах, допустим, у них как раз все хорошо. Но для них ценность… Они тоже ходят на охоту и тоже собирают грибы. И для них это очень-очень важно. Не по причине выживания, а по причине того, что они к этому привыкли, к чистому лесу. Еще одна ценность, которая важна и на которую нужно обратить внимание, это ценность достоинства. Есть очень большая обида в разных регионах, и в Сибири в том числе, и во многих других регионах России, на Москву из-за того, что Москва стягивает на себя все ресурсы. Никто, конечно, не обижается на москвичей, хотя, может, кто-то и обижается, или на каких-то жителей Подмосковья. Именно речь идет о правительстве Москвы и о правительстве России. Можно я вас перебью? Что касается Шиеста, то там речь идет о том, что там должен быть построен огромнейший мусорный полигон для мусора из Москвы и Подмосковья. Поэтому вот эта вот обида и существует. Я еще добавлю, что это огромная экологическая проблема, о которой можно долго говорить, но я скажу кратко, потому что есть еще два человека, которые должны что-то вам рассказать. Дело в том, что это все строится на болоте, и в случае, если полигон будет построен, он отравит как подземные воды, так и наземные. Река Северная Двина будет отравлена, которая течет в Белое море, и это коснется непосредственно всех скандинавских стран Норвегии, Швеции, Финляндии. Это отравление по воздуху, потому что огромный полигон, куда планируют складировать 3 миллиона 200 тысяч тонн ежегодно, несортированного мусора. Предполагается, что он будет разлагаться без доступа кислорода в пластиковых пакетах. Это выдают за какие-то суперсовременные технологии. В пакете газы будут давить на пакет изнутри, а другие пакеты будут давить снаружи. То, что там будет образовываться, это метан, сероводород, какие-то другие ядовитые газы. В общем, это свалочный газ. Отравились дети в Волоколамске полтора года назад. Именно этим газом и 57 детей тогда попало в больницу с угрозой для жизни. То есть они могли умереть. Это не шутки. Кроме того, я уже говорила, техногенная опасность. Рядом Газпром. Свалку собираются строить на торфяном болоте. Торфянники горят так, что их очень сложно потушить. Рядом ветка Газпрома и рядом еще нефтепровод. Класс. Естественно, местные жители все это знают хорошо. Почему? Так, сейчас. Но тут, если говорить о протестах, ШИС, он, конечно, очень особенный. У нас в стране плохо социологии. Я думаю, когда делали этот полигон, никто не понимал, какой эффект это вызовет. В том числе и местное население в Коми и в Архангельской области. Дело в том, что до этого точно такой же полигон начали строить в Калуге. В Калужской области. Полигон Михали. За полтора года те же самые люди. Один исполнительный директор, значит, у компании, которая строит полигон в ШИСе. И он же директор у компании, которая строит полигон в Калужской области, в Михалях. И у них все прошло хорошо. Потому что были, конечно, какие-то протесты. Но серьезного какого-то движения не возникло. И никто не ожидал, что на севере, где так мало населения, а это очень редко населенная местность, потому что все-таки север, что вдруг возникнет такое мощное движение, которое выйдет за рамки одного региона, которое не будет локальным, которое будет распространено на многие города, которое станет примером для всей России. И сейчас туда едут люди со всей России, которое заинтересует журналистов за рубежом, в том числе, за пределами России. Почему же вот этих протестов становится больше? Почему они играют такую роль? Потому что появляются новые проблемы. Мы говорили с политологом Александром Кыневым. Он считает, что там, где каких-то серьезных экологических проблем не было, и вдруг они возникли, люди по-другому реагируют. Даже с тем же Киселевском, в Кузбассе, где экологические проблемы были очень давно, там просто возникли новые проблемы, еще серьезнее, о чем уже говорил Антон. И поэтому и там жители в тех регионах, где жители традиционно не протестовали, они вдруг начали протестовать. Потом они являются примерами друг для друга, и эти движения, просто их становится все больше и больше и больше. Они смотрят друг на друга и думают, вот там протестуют, значит, мы тоже так можем. Есть еще один момент. Мы разговаривали с Евгенией Чириковой. Это активист, значит, была такая проблема с Химкинским лесом. Она говорит, когда мы начинали в 2010 году свое движение, большинство активистов, они были типа городских сумасшедших. Так вот сейчас эта ситуация изменилась, она изменилась по всей России. Активистов, экоактивистов больше не воспринимают как городских сумасшедших. То есть во многих городах, например, Котлас, Сыктывкар или Архангельск, там есть так называемые бессрочки. Люди стоят, значит, в пикетах каждый день. Они каждый день выходят куда-нибудь к местному правительству и сменяют друг друга, стоят в Архангельске, начиная с апреля. Это уже полгода. Есть еще, значит, такие, конечно, вещи, что мы уже как бы, уже не действует тот эффект от захвата Крыма. Больше нет такой радости и гордости, и люди больше обращают внимание именно на проблемы. Как именно политизируется этот протест? Дело в том, что я вначале сказала, что этот протест будет менять обстановку, все, он действительно политизируется. В Архангельске, в Сыктывкаре, в Архангельской области с самого начала, как только начались митинги против строительства полигона на Шейсе, первым делом потребовали отставки губернаторов. Этого потребовали первым делом. Тут же были претензии к какой-то региональной власти. Во-вторых, сразу же начались заявления о колониальной политике Москвы, о внутренней колонизации. То есть тут есть еще момент такой разделенности. Регионы не чувствуют, что Москва и они — это что-то схожее, что это одно и то же, что это одна страна. Это раскалывает очень сильно. После того, что стали требовать отставки губернаторов, в апреле, 2 апреля, в Сыктывкаре потребовали отставки Путина. Хочу пояснить, как это происходило. Сыктывкар — очень лояльный город, это город бюджетников, там все достаточно неплохо. Но когда потребовали отставки Путина на митинги, это не значит, что вышел какой-то человек и просто сказал Путина в отставку. Нет, это внесли в резолюцию митинга. И за это проголосовали все митингующие. Их было 2 тысячи человек. Для Сыктывкара это на тот момент был самый большой митинг. Потом количество митингующих на следующем выросло до 7 тысяч. Когда они потребовали отставки Путина, это было внесено в резолюцию. И вы должны понимать, что это были за люди. Там были казаки, хотя в Сыктывкаре мало казаков. Были ветераны военно-морского флота. Были какие-то мамы с колясками, которые до этого сидели на своих кухнях и ничем подобным не интересовались. И вот эти протесты экологические, как касающиеся Шиеса, так и по всей России, их характеризует то, что там много новых людей. Они раньше не участвовали ни в каких протестах. И эти люди политизируются. Еще один момент, если говорить о политизации. Я бы хотела рассказать вкратце такую историю, которая касается Коми, где долго борются с нефтеразливами. Такая организация, как Комитет спасения Печоры. В республике Коми есть такая столица Лукоила. В Коме она называется Усинск. И вот когда были выборы в региональный парламент, в парламент Коми, все рассчитывали на то, что, конечно, депутатом станет член Единой России и человек, который работает в Лукоиле. Но не получилось. Депутатом стала Екатерина Дьячкова. Это член Комитета спасения Печоры, которая обошла этого человека на выборах. Там множество поселков, расположенных вдоль реки Печора. Она просто садилась на катер и просто разговаривала с людьми. Она просто ездила в автобусе в городе Усинск. Когда я ее спросила, почему она пошла на эти выборы, она сказала, мы все хотим лучшего, мы все хотим, чтобы наши проблемы решались, но почему-то мы не хотим идти во власть. А может быть, нам пора уже идти во власть? С Шиесом происходит то же самое. Сейчас множество людей, завязанных на протест, связанных с протестом, решают идти на различные местные выборы, чтобы таким образом воздействовать на власть. Это не то, чтобы какие-то точечные, разовые случаи. Это множество случаев, и их все поддерживают. Эти люди добиваются уже сейчас большой поддержки. Они собираются участвовать в выборах разных уровней. Надо сказать, что если говорить о каких-то политических течениях, то, например, вокруг Шиеса, если говорить об Архангельске, там очень сильна поддержка, связанная с фондом Навального. Это больше касается молодежи. Извините, если говорить о людях постарше, которых тоже много вокруг протеста, они больше поддерживают коммунистов. КПРФ. Надо сказать, что КПРФ – это тоже сейчас очень разная партия, потому что на местах, в регионах это совсем не те люди, которые любят ее лидера Зюганова и как-то его поддерживают. Это достаточно молодые есть люди, которые говорят нам симпатичные идеи новых левых, европейские, вообще мы за все хорошее, и предлагают какие-то очень демократичные меры, которые выглядят очень свежо, и они не выглядят какими-то такими коммунистами из Советского Союза или там из Демократической Республики и Германии. Это не Брежнев с Хоникером, и которые там целуются на известном граффити. Это совершенно другие люди, и там вот такие есть, и они действительно тоже готовы как-то... Многие депутаты в Госдуме тоже выступают в своих выступлениях, затрагивают шиес, и Владимир Путин тоже вынужден был, хотя он очень этого не любит, как-то раз в мае отвечать на вопрос о шиесе. Про реакцию властей сейчас я быстренько уже договорю, извините. Реакция властей все время запаздывает, информационная война ими в большей части проиграна. Люди, они не могут ни с помощью троллей, ни с помощью заказных статей как-то обрисовать эту ситуацию как вредную, представить экоактивистов как врагов России, хотя такие попытки конечно предпринимаются, они до сих пор не могут разогнать лагерь на шиесе. Это очень интересная отдельная тема, почему, но это потом в кулуарах могу рассказать. Вот, несмотря на то, что они... А, и самая главная вещь, на которой я, наверное, закончу, потому что она очень важная для современной России и для современного мира. власти не понимают, что такое горизонтальный протест. То есть совсем. Они пробуют выдергивать из протеста, это касается, опять же, не только шиеса, отдельных людей, которых они считают лидерами. Сажать их, наказывать, запугивать, они выдергивают человека, на его место приходит другой, они думают, как так? Мы же привыкли, несменяемый лидер, и у него в руках сконцентрировано все, вот мы его забираем и все разваливается. Но они это делают, а протест только растет. И они, вот наблюдая за этими процессами, я понимаю, что они реально не знают, что с этим делать. Спасибо. Это был короткий обзор о шиесе. В Архангельске десятки тысяч выходят на улицы. Это, конечно, огромное количество люлей для маленького провинциального города. Но, с другой стороны, Иван, у вас тоже большой опыт в экологическом движении. Если такой вот важный момент, а именно здесь чувство несправедливости со стороны Москвы, это на самом деле может быть не экологический процесс, может быть, экологической мотивации здесь мало? Я думаю, что это есть и одно, и другое. Дело в том, что экологические проблемы в последние 3-4-5 лет стали особо остро восприниматься. В стране я приведу простейший пример. Впервые запах, который накрыл большую часть или существенную часть Москвы, появился в 2014 году, когда стало пахнуть. сероводородом, имитируем каптаном, до конца так и не удалось установить, что это такое. Но стало пахнуть. И это люди заметили. Точно так же такие стройки, как Томинский ГОК в Челябинской области, их не было, они появились только в последнее время, вот такие вот резкие вещи. И там же в Челябинской области это совпало с самовозгоранием бурого угля. Люди начали протестовать, и появилось еще одно дополнение к тому, что говорила моя коллега, еще одно очень мощное движение СтопГОК в Челябинске, которое, на мой взгляд, является самым мощным движением сейчас в стране. Потому что оно объединило, там есть политический кусок, оно уже, может быть, даже не называется СтопГОК. Это достаточно большая группа людей, которые стараются решить экологические проблемы. И там не вопрос Москвы или не Москвы, пришел кто-то, неважно кто, он может быть свой, может быть соседний Екатеринбург, и начал делать то, что может уничтожить всю питьевую воду которые связаны с экологией крайне серьезно. Посмотрите, вот по России выбросы формальдегида растут последние десятилетия. Растут серьезно. Это канцерогенное вещество, которое очень серьезно. Что делают власти, чтобы их сократить? Власти повышают предельно допустимые концентрации на формальдегид, и вдруг оказывается, что вместо 125 городов, которые были загрязнены, вы же допустите в НОР, таких городов стало всего 60. И, батюшки, программа чистый воздух уже почти решена, и, в общем, уже все почти решено. То, что люди будут болеть, это мало кто думает. Или вопрос с отходами. Ну вот, 17-й год в России был признан президентом Годом экологии или премьером, я не помню. В этот год экологии объем образования отходов возрос на 15%. Ну, больше уже никуда нельзя, я уж не предполагал. И вдруг в 18-м году на 17% рост общий объем образования отходов. А за 20 лет объем образования отходов в стране вырос в 10 раз. И сейчас он, это по официальной статистике, сейчас он существенно больше, чем в Китае. Образуется отходов всего. Всего в России. Что делают власти, чтобы это решить? Сейчас пытаются изъять из отходов вот те самые, помните картинки отвала, в котором видели? Вообще это отходы. Вот сейчас их пытаются убрать и считать не отходами. Тогда количество меньше вообще. С отходами это отдельная вещь. Я говорю в данном случае не про бытовые, а в целом про отходы. Потому что, если берешь данные одного государственного ведомства, видишь цифру, что в год захорания размещается. 3,5 миллиарда тонн. Берешь цифру другого государственного ведомства, просто табличку посчитав, получаешь, что там 18 миллиардов тонн захорониваются. Я не знаю, сколько их на самом деле. Я понимаю, что есть большая проблема, которая бьет по людям. Ну а апофеозом всего является закрытость той информации, которая есть. Вот как вы думаете, должна ли быть открытая информация о том, сколько у нас государственных чиновников занимается охраной природы? Наверное, логично, что количество инспекторов, которые занимаются природой, должна быть открытой информацией. Нет. Эта информация является ДСП. Для тех, кто не знает, информация для служебного пользования не подлежит опубликованию. Почему? Я не могу понять, потому что количество полицейских, оно известно в России. Количество инспекторов, оно, естественно, тоже известно, потому что берешь государственный доклад, пересчитываешь, и все это легко решается. Почему они уплели? Я думаю, потому что немножко стыдно. 1800 инспекторов в федеральных на всю Россию. Всего. 1800. Просто для сравнения, после всех сокращений, которые провел Трамп, в Соединенных Штатах все равно почти 10 тысяч человек в агентстве по охране и жажей среды, которые носят гораздо меньше функций, чем российские. Вот так вот вся система развивается, и поэтому люди вынуждены выходить в протесты. Причем очень интересно два момента, которые мне кажутся крайне важны. Начиная где-то с 2006-2008 года произошел достаточно сильный перелом. Ситуация стала ухудшаться, и одновременно с этим общественная беспокоенность экологическими проблемами перестала зависеть от экономических аспектов. Я думаю, что это было вызвано активной деятельностью пропагандистской федеральной прессы, федеральных средств массовой информации, которые за этот период очень резко уменьшили использование, ну я просто терминологию считал, терминов, вызывающих беспокойность. С 2015-2016 года, когда появились протесты, когда появились самые общественные движения, я так понимаю, что социальные сети стали перевешивать социальный поток информации о федеральных СМИ. И опять люди стали беспокоиться действительно с изменением заработков, с ростом заработка. Беспокоенность стала расти. Правда, беспокоенность она не очень высока. Если по одинаковым методикам смотреть, есть только один метод, который в России еще в начале 90-х взяли из ГЭЛОПа, из Соединенных Штатов, то получается, что в России существенно беспокоятся. На 2019 год, на январь 2019 года о состоянии окружающей среды 19% относится к важным проблемам. В Соединенных Штатах эта цифра всегда превышала 60%. К сожалению, сравнение с Европой здесь привести невозможно, просто аналогичных исследований не проводилось. Но видно, что происходит. Она все-таки выросла с 9% за 4 года, выросла с 19%. Согласитесь, это очень большой рост. Я думаю, что поэтому протесты будут сейчас продолжаться. К чему они приведут, чем они закончатся. Есть одна очень сложная вещь, связанная с публичными протестами. Они обычно инициированы какой-то локальной или региональной проблемой. Если эта проблема либо решается, либо заходит уже в состояние, когда ее нельзя решить, для тех, кто помнит, может быть, был Химкинский лес, было много других вещей, то очень часто группы исчезают. Это не всегда, но очень часто. Очень хочется верить, что сейчас это будет все-таки единое движение, хотя пока еще рано об этом говорить. Сегодня в российской газете Коммерсант была информация о Центре социального и трудового права. Они проводят мониторинг протестов. И за первые три квартала этого года имели место быть 1443 протестных акций, а это рекордное число за последнее время. Какие темы волнуют? Экологические темы, система здравоохранения, выборы в городскую думу в Москве, то есть выборы в общем тоже. И новый элемент такой среди этого протестного движения заключается в том, что происходит определенная степень солидаризации между отдельными группами. и если говорить об экологических организациях в России, как они могут работать вообще в России, как работается экозащита в России? Добрый вечер. Экозащита работается в России сейчас трудно, потому что многие, наверное, слышали, моя коллега Александра Королева была вынуждена уехать из России из-за уголовных дел, которые были открыты в связи с деятельностью нашей организации. Сейчас она просит политического убежья в Германии и ждет решения немецких властей. Она сегодня здесь. стала намного больше репрессий, стало намного больше давления со стороны властей. и, ну, чтобы, может быть, более точно было понятно, о чем я говорю, я в экологическом движении 30 лет. Ну, вот, ровно 30 лет сейчас, с тех пор, как я стал активистом. И это были разные времена. Это был самый конец Советского Союза, потом развал этой системы и строительство нового государства, потом такие спокойные, очень двухтысячные, а сейчас вот такие все более неспокойные в смысле протестов времена возникают. И мне кажется, что это очень похоже на время, когда Советский Союз разваливался, в конце 80-х годов прошлого столетия. Безусловно, есть отличия, и, наверное, если глубоко смотреть, можно много очень отличий увидеть, но мне кажется, что атмосфера и дух, который сейчас в России, вот по этому параметру это очень сильно похоже на конец 80-х годов, когда по всей стране, и в то время это было не только Россия, а весь Советский Союз, ну, там, может быть, не совсем весь, но больше, чем только Россия, и возникало очень много инициатив экологических, очень большое количество людей хотело быть вовлеченными в работу над преодолением экологических проблем, вот так же, как сейчас, появляются какие-то новые проблемы, которые на самом деле не особенно новые, они просто воспринимаются как новые, и в те времена, когда вдруг появились или стали более свободными средства массовой информации, и люди вдруг увидели, что, оказывается, бывает так, что в прессе могут писать правду о том, что происходит, что там могут писать не только то, что коммунистическая партия говорит, а на самом деле бывает и так, что в газете могут написать правду, и происходило очень быстрое информирование населения, и оно толкало вперед активизм, и в конце 80-х активизм был на очень высоком уровне в Советском Союзе, сейчас, как мне кажется, происходит аналогичный процесс, я могу только согласиться с Иваном в отношении того, что очень сложно сказать, чем все это закончится, но с большой долей вероятности можно прогнозировать, что вот это большое количество протестных экологических групп, которые сейчас возникают в России, или возникло недавно, что многие из этих людей захотят пойти в политику, и многие из этих людей будут пытаться становиться депутатами, или даже чиновниками где-то, потому что на это есть запрос, люди устали от того, что некомпетентные чиновники управляют страной, причем некомпетентные на всех уровнях, и один из инструментов, который ведет люди, стоит в том, что возможно, нам самим сейчас надо пойти во власть, и попробовать все это изменить таким образом. Трудно сказать, что получится, но мне кажется, что вот такое очень сильное движение сейчас есть. Мы и изменения действительно очень серьезные происходят. По нашей работе, например, это очень хорошо видно в регионах, где мы работаем, например, примерно пять лет назад мы вот с коллегой Антоном, который в первой части выступал, начали более-менее активно работать в Кузбассе с местным населением, и на тот момент в истории этого региона практически никогда не было экологических протестов. Я сейчас не имею в виду экономику и шахтеров, которым не платили зарплаты, это, да, это в 90-х когда-то было, да, экологические протесты практически нет, почти вообще нет, да, и для того, чтобы там появились люди, которые сегодня выходят на акции протеста, нужно было, в общем-то, сделать большую работу, и эта работа была сделана, как бы, да, и ошибается тот, кто думает, что какие-то движения возникают сами по себе, они никогда не возникают сами по себе, всегда есть какие-то организаторы, которые вначале идут, и это делают, и если им повезет, за ними идут люди, да, но не бывает так, чтобы из ниоткуда хаотично что-то возникло, да, в Кузбассе мы сегодня это наблюдаем, сначала была сделана работа необходимая для того, чтобы люди стали активными, и дальше шаг за шагом в конечном итоге мы дошли до того, что сегодня там есть устойчивая сеть протестных инициативных групп, которые просто группы, они не называются никак специально, это не какие-то большие организации, которые там специальные названия имеют, просто люди встречаются и люди идут протестовать, да, потому что и причина главная, она очень простая, потому что очень плохо стало, да, потому что все очень сильно ухудшается, потому что вот вы живете в деревне, да, а многие люди, которые протестуют, они из деревень, да, и вот вы живете в деревне, представьте, и у вас открывают угольный разрез, где будут взрывать и добывать уголь открытым способом за 5 километров, например, от вашей деревни, да, и вначале люди думают, ну и что, это далеко, ну и пусть, да, и проходит немного времени, и оказывается, что угольный разрез на границе вашей деревни, да, и вы, вас вынуждают, по сути, это, ну олигархи, будем так говорить, которые стоят за угольными компаниями, которые хотят как можно дешевле производить уголь, чтобы потом как можно дороже продавать его в Германию, например, вот эти вот олигархи организуют бизнес таким образом, что огромное и все большее количество людей начинает страдать, да, значит, а это действительно страдание, когда возле вашего дома взрывают, постоянно взрывают что-то и добывают таким образом уголь, когда через вашу деревню ездит машина с углем полные сутки, которая там в три раза выше, чем ваш дом, как бы, да, гигантская, и, конечно, с одной стороны мы имеем очевидное оживление общества, ну, по всей, не по всей, но много, много где в России, но с другой стороны мы имеем и очень сильное ухудшение, в частности, вот в том, что связано с добычей полезных ископаемых, ну, и с какими-то другими вопросами тоже, да, мы по разным параметрам в стране видим очевидное ухудшение ситуации и люди на это начинают реагировать, да, но есть и одно очень интересное и важное, которое уже кто-то из коллег до меня затронул, очень важная вещь, которую мы впервые в истории страны видим сейчас, да, это солидарность, потому что вот на моей памяти, сколько я, вот, 30 лет последних, да, мы всегда организуя какие-то компании сидели и думали, но как нам вовлечь каких-то других людей, вот мы против атомной энергии делаем, да, вот как нам сделать так, чтобы те, кто сохраняет лес присоединились, или те, кто там за чистую воду или за чистый воздух, да, и этого соединения, в общем-то, почти никогда не происходило, а если было, то в очень небольшой степени, да, очень-очень мало, но сегодня вот пример, который был на этой неделе, да, который показывает, что правда принципиально меняется ситуация, да, вы, наверное, многие слышали, что 18 ноября была очередная транспортировка радиоактивных отходов из Германии, из Северного Рейн-Вестфалии, вот сейчас эти отходы там по морю плывут, завтра будут в Санкт-Петербурге, да, мы были здесь в Гронаву, в Вестфалии, откуда отправляют отходы, и совместно с немецкими экологами организовывали тут протесты, сделали очень хорошую блокаду, да, и после этого мы решили, вернее, даже, как бы, мы даже сами организаторы еще не успели решить, что мы сейчас будем делать в России оперативно, да, и нам начали наши знакомые из разных организаций локальных писать и спрашивать, а что мы будем делать в России, мы видим, что немцы устраивают протесты против того, чтобы от них к нам везли отходы, мы не можем молчать, как это выглядит, да, и возникла уже сама по себе инициатива, даже без организаторов, которые занимались этой компанией изначально, вот, да, людей в России, и вот СтопГок из Челябинска, про который Иван упоминал, например, одни из них, большое движение, да, которые написали, сказали, давайте что-то делать, давайте что-то будем делать, мы объявили на прошлой неделе день акции в России, и у нас сразу же около десятка городов откликнулось, разные группы, но все они не связаны с вопросом, ну, в их работе они не касались вопроса атомной энергии до этого, да, и люди действительно возбудились очень сильно, и вот, ну, сейчас вот в эти дни, вчера, позавчера, завтра тоже в России в разных местах идут акции протеста, да, и мы такого раньше никогда не видели, мы не видели, чтобы локальные группы, работающие там, по какому-то вот предприятию или по какой-то проблеме именно в этом месте, чтобы они были чувствительны к повестке других, это правда происходит сейчас в первый раз в России, да, я думаю, что это огромный шаг вперед, и это говорит нам о том, что перспективы есть, и перспективы у этого движения возможно довольно большие, да, я бы посоветовал и призвал всех верить в это движение, и надеяться, что это будет одно из движений, которое действительно изменит Россию, и изменит ее уже в обозримом будущем, а не когда мы с вами умрем. Владимир, вы уже об этом немножко говорили, в какой форме эти новые протесты проходят в Шиесе, в Москве, и насколько это является вызовом для традиционных НКО, ведь уже всегда были инициативы экологические, их можно тоже привлечь к новой волне протестов, и, наверное, будут новые, было большое количество членов новых для эко-дефенс, для экозащиты. Вы ведь сотрудничаете с традиционными организациями, как они реагируют? Что у нас тоже идет перестройка, да, может быть, кто-то здесь еще помнит это слово. И, да, после большого всплеска в конце 80-х и в начале 90-х был большой спад, и это было в экологическом движении, это было связано с экономическим положением страны, потому что просто многим людям стало нечего есть, да, у них просто не было больше времени участвовать в экологических движениях. И практически все вот это время, как бы 90-е, 2000-е экологическое движение, это были организации, в основном возникшие еще при Советском Союзе в самом конце или там в начале российского времени, постсоветского, и как бы особо ничего другого не появлялось. То есть здесь интересно понимать, что у нас всегда были разные экологические проблемы, всегда была ситуация, в которой или здесь, или там возникает какой-то очень плохой проект, и люди даже в самые спокойные времена за последние 30 лет все равно кто-то если проект действительно плохой выходил на улицу, но к нему мало кто присоединялся. Но я могу привести пример, когда в 2000-х это было самое богатое, спокойное и сытое время в России из-за высоких нефтяных цен. В 2000-х хотели построить атомную станцию близко к Владимиру в Нижегородской области и там вышло 10 тысяч человек на демонстрацию и это было близко к 10 процентам населения города. Но при этом как бы не было среды, которая могла бы помочь этот протест поднять наверх и вывести его на национальный уровень. И там выходило то 5 тысяч, то 10 тысяч, но их практически никто не поддерживал. Другие движения их не поддерживали, потому что и движений было мало, и не было вот этой чувствительности к повестке другого, и не было вот этой солидарности. Но они повыходили на демонстрацию, потом вопрос решился, и они пропали, и ничего не осталось больше. И мы в это время постсоветское жили с теми организациями старыми, в основном, которые сумели выдержать время экономического спада, которые смогли найти источники финансирования. И очень долго не было никаких инициативных групп, как вот там в Челябинске СтопГок или в Шиесе, не знаю, можно ли это инициативной группой называть, но неважно, этих очагов протеста не было раньше. И организации жили себе спокойно, ну и нормально, как-то что-то делали где-то, там сильно каких-то больших успехов, ну в виде исключения, если только по сути добивались. А потом возникло это новое движение, и вначале в нем практически не было такого запроса на коммуникацию со старыми экологическими организациями. Тому есть много причин, но вот по факту такой коммуникации почти нигде не было. Иногда может быть где-то, да. И со временем тут еще появился закон иностранных агентов, то есть те организации, которые зарегистрированы, которые давно существуют, они в первую очередь попали под закон об иностранных агентах, на них было больше всего давления, многие закрылись, количество этих организаций уменьшилось, но вот с какого-то момента по сути на место вот этих закрытых и ушедших со всем организаций начали вставать эти инициативные группы новые, да, и сегодня экологическое движение это в большей части эти инициативные группы, а не старые экологические организации. И люди в этих инициативных группах на самом деле рассуждают очень прагматично. Если они вдруг понимают, что им нужны какие-то ресурсы, и у них этого нет, и тогда они начинают искать это вокруг, и если они находят у кого-то эти ресурсы, получают от кого-то помощь, с тем они взаимодействуют. Но мне кажется, что дальше этого сотрудничество не идет, и мне кажется, это естественный процесс, просто мы проходим новую, ну, это новая фаза, в ней просто многое меняется, и будет дальше меняться. Я хотел бы задать еще два коротких вопроса и попросить два коротких ответа, а потом хочу предоставить залу возможность задавать свои вопросы. очень конкретный короткий вопрос по ШИСу. Мы говорили о солидарности. В Московской области были сильные такие инициативы, которые тоже выступали против сжигания мусора из Москвы. Вот эти инициативы, они вышли на шиевские группы? Разумеется, они дело в том, что я хотела добавить о ШИСе, что там несколько административных групп, ой, административных, инициативных групп, вот начали они появляться в том числе с того, что старейшая экологическая организация КОМИ, Комитет спасения Печора, которой было 30 лет, она инициировала создание группы Комитет защиты Вычигды, это еще одна крупная река на севере, появилась группа Поморья и Непомойка, объединившиеся и другие, и все они с разных сторон выходят на московские группы. Тут есть один очень интересный момент, который надо озвучить, это момент денег, деньги нужны в том числе на штрафы, на снабжение лагеря, на какие-то еще инициативы, на печать листовок перед митингами. Выяснилось, что многие из групп вокруг Шиеса успешно занимаются фандрайзингом, вот, и тут есть такой момент, Комитет спасения Печоры в свое время отказался регистрироваться как юридическое лицо, это как раз когда появился закон об иностранных агентах, два года назад на них охотилась за что-то там прокуратура республики Коми и ничего не смогла сделать, потому что юридического лица нет и денег они ниоткуда не получают. Вот, но все эти группы, которые были основаны по тому же принципу, мы не регистрируемся официально, они при этом успешно фандрайзят деньги, и они, конечно, общаются с многими московскими группами прямо сейчас, я наблюдаю за этим в чатах в Телеграме, причем надо сказать, что много таких моментов, они, например, ссорятся между собой, эти группы, вот, которые вокруг Шиеса, они там московские группы, которые тоже как-то между собой не очень ладят, но тем не менее они все работают, и они все занимаются обменом опытом и помогают друг другу. Мы много слышали о солидарности, Иван, что еще у вас требовано, чтобы из этой солидарности могло развиваться национальное экологическое движение? О едином национальном экологическом движении эта вещь пока преждевременная, есть смысл говорить о сети организации, которая в каком-то виде продолжалась, она сейчас развивается, то есть нет такого понимания, по крайней мере я не вижу такое отсутствие сотрудничества, нет, есть сеть, где взаимодействуют люди, нет взаимодействия организации как организации, это вещь гораздо более сложная, взаимодействуют индивидуальные люди, и это взаимодействие есть, такая сеть это основа существования и выживания экологического движения, вот давайте не будем говорить про единую национальную организацию или что-то, должна быть сеть, состоящая из множества компонентов, там будет и Гринпис, и Экозащита, и множество других организаций, группы ШИС, а подмосковный группа Легон-Ядрова, там, для тех, кто знает, все они должны быть там, вот когда это будет взаимодействующая структура, то она будет хорошо работать, я вынужден заметить, что я не совсем согласен с Владимиром, что за постсоветское время не было протестов, был один протест, который объединил всех, 2000-х года, когда в страну хотели ввозить радиоактивные отходы, вот ровно то, хотели, и люди действовали вместе, люди сейчас действуют вместе, и многие будут действовать вместе, но для того, что было, нужна нормальная сеть, первое, и второй момент, который здесь прозвучал, очень ограничен, я не знаю, в какой степени вы слышали, но давление государства в России на публичные выступления и на общественные организации крайне серьезные, оно возрастает, и иностранные агенты, это было только начало, штрафы за митинги, которые могут достигать, как там, вот за участок выплачивали 4 тысячи рублей, а штраф, может быть, миллион рублей, вот, причем он выше, хотя это административные нарушения, чем ряд уголовных наказаний, то есть есть очень сильный прессинг, совсем недавно прошло два слушания в парламенте, три уже слушания, закон о том, что частное лицо теперь может быть объявлено иностранным агентом при определенных условиях, то есть вот есть прессинг, и он создает проблему, для того, чтобы развивалось и дальше хорошо развивалось экологическое движение, нужна сеть, нужно взаимодействие, это есть, нужны активные люди, это тоже есть, и в какой-то степени нужно ограничение прессинга. Я хотела бы сейчас вам дать возможность задавать вопросы, у нас микрофон. очень интересную беседу, я бы хотел узнать побольше, у меня складывается впечатление, что в ходе последних месяцев мировой дискурс вокруг Extinction Rebellion и так далее, Friday's Future, что это движение практически не повлияло на экологическую повыску дня в России, и я бы хотел услышать ваше впечатление, почему это было так, и есть ли какое-то заметное влияние. Мы собираем вопросы. Следующий вопрос. У меня вопрос, Елена рассказала про то, что существует обида, ну или не существует обида у жителей Шиеса за мусор москвичей, который возится к ним, эта обида на москвичей. У меня вопрос, есть ли такая же обида на жителей Германии за то, что их ядерные отходы везутся в Россию? Спасибо. Мы сейчас еще 1-2-3 воротмельдения, тогда я закончу рейду. Михаил Габович, социолог, я занимаюсь изучением протеста в России. Огромное спасибо всем участникам, очень воодушевил ваш рассказ и подтверждает мои наблюдения. Я обратил внимание на следующее. Все участники дискуссии говорили про СтопГОК, а модератор при этом постоянно пытался вернуться к Шиесу. И мне кажется, это очень характерно, как для восприятия здесь в Германии, я много лет уже пытаюсь говорить всем про СтопГОК, никто это не воспринимает, потому что это слишком далеко. А Шиес, он как бы связан с Москвой, поэтому о нем говорят, и мне кажется, это дублирует восприятие, собственно, в Москве. Потому что в Москве люди, которые не в теме, они про какие-то экологические протесты слышат, которые наиболее прямо их касаются, а про другие не знают. И в связи с этим вопрос, насколько все-таки выборочно вот эта вот солидарность разных групп, разных регионов и представителей разных сегментов экологического протеста и разных сегментов как бы протеста экологического и неэкологического. То есть насколько все-таки реально ожидать какого-то роста горизонтальных связей межрегиональных и не останется ли оно, вот как нам говорили в предыдущей дискуссии, на уровне, ну может быть, как бы внутри региональных каких-то связей. И еще последний вопрос. Бристон, мы занимаемся поддержкой локальных инициатив в России, в том числе экологических. И я тоже очень мало слышал про СтопГОК, поэтому, наверное, через два дня мы едем как раз в КТФКР и в ШИЕС. Надеюсь, проберемся. Но у меня вопрос по другой теме, скорее про пиар, про информационные компании, про журналистики, первый короткий. Можете назвать коллеги из России какой-нибудь информационный канал, телеграм-канал по сравнению, например, если в сравнении брать Медиазона или ОВД-Инфо, но по теме экологии, по теме экологических проектов, где собрано все, где тоже профессионально все документируется. И второй вопрос. У меня складывается ощущение, что журналисты находят протестные группы, компании и пишут о них. Скажите, а со стороны как раз протестных проектов компаний есть ли какая-то профессиональная работа, рассылка пресс-релизов, какой-то профессиональный пиар, потому что иногда, когда мы находимся в России и журналисты приходят на наши мероприятия, они часто говорят и критикуют активистов и каких-то локальных инициаторов, говорят, с нами никто не общается, нам ничего не присылают, потому что все уже перешли на социальные сети и телеграм, а мы пресс-релизы ни от кого не получаем. Может, какие-то у вас есть какой-то опыт в этом? Спасибо. У нас еще были желающие заявиться здесь. Пожалуйста. Меня зовут Хефа Шутинг и я работаю для экологической организации Ургевальд. Мы уже долгое время сотрудничаем с экозащитой по разным темам и когда были соответствующие статьи, как развивается ситуация в России, мы начали опасаться за своих партнеров в России. Мы опасаемся большого объема репрессий, которые в их отношении применяются с Владимиром. Мы были в германском МИДе, чтобы обсудить возможности, как мы дипломатическим путем можем повлиять на защиту наших коллег и установили, что на дипломатическом поприще очень мало возможностей для влияния. Можно, конечно, подавать какую-то протестную ноту либо подсылать каких-то наблюдателей, но больше ничего сделать невозможно. И потом мы задумывались над тем, что можно сделать, чтобы на самом деле повлиять. Может быть, следует обратиться тогда к поставщикам энергии, которые закупают свои энергоносители в России. Все эти поставщики энергии, может быть, следует их побудить покупать свои ресурсы не через потовые рынки. Может быть, следует инициировать какую-то промышленную инициативу, в рамках которой все бы заявляли, что они отстаивают права человека. Вроде неплохая идея, но потом оказывается, что многие руководители этих компаний лично знакомы с Владимиром, уже знают Владимира, потому что они где-то находятся в наблюдательных советах. Вместе с Александром из эко-обороны они всегда вот эти игроки признавались другими партнерами, как очень весомыми игроками и тем контактным лицом, которому всегда можно обращаться и при помощи которого можно разработать специальные инструменты, которые помогали бы реагировать на существующие проблемы, освещать какие-то проблемы, например, проблемы при покупке угля из России, хотя это не соответствует всем стандартам необходимым. Я могу действительно сказать, что германские энергопоставляющие компании, они никогда не позиционировали себя таким образом, что им важны права человека, и они не заявляли об этом в открытую. Иногда какое-то влияние можно получить, если вы имеете дело с каким-то правительством какой-то федеральной земли, где зеленые находятся у руля. И там можно кое-что повлиять, но так возможностей для влияния мало. Вопрос уже звучал, но на него не дали ответа. Простите, Александра Королева экозащита. Так вот, этот вопрос уже задавали на предыдущей панельной дискуссии, но на него не дали ответа. Может быть, новый состав знает ответ, а мне кажется, это важно. Может быть, кто-то из вас троих знает, как повлиять на немецких покупателей угля для того, чтобы соответственно менялась когда-то эта черная ситуация в Кузбассе. Антон был совсем пессимистичен. Спасибо. Мы собрали целый перечень вопросов. Мы можем поочередно реагировать на этот вопрос, либо кто-то из участников отреагирует на те вопросы, которые их особенно волнуют. Вопросы касались движения Friday for Future. Существует ли определенная обида со стороны России на Германию, потому что она отправляет свой ядерный мусор в Россию. Затем был задан вопрос о ШИИСе. Я надо сказать, что ШИИС очень сильно присутствовал в последнее время в медийном ландшафте. Затем солидарность между группами, выходящие за предели одной страны. Также был вопрос о канале Телеграм, через который можно получать информацию, например, в форме пресс-релиза. И вопрос в конце Александра, который она задавала. Кто хочет начать? Обиданных жителей Германии, это, конечно, нет. Причем здесь жители Германии? Вы о чем? Я думаю, что это вполне понятно. То, что остановить урановые хвосты надо, это обязательно. Все же знают историю. В России уже миллион тонн лежит и собираются их переработать к 2080 году, переработать в кавычках. Ну, вы же понимаете, к 2060 году, как-то Володя сказал, нас уже на этом свете точно не будет, а то, что они не переработают, это абсолютно точно. Мы уже это много раз слышали. Так что это остановить надо. Что касается телеграм-канала, честно, я не знаю единый телеграм-канал про общественные организации, но если вы хотите посмотреть материалы по экологически сутевым элементам, читайте, телеграм-канал называется «Зеленый змей». Очень двусмысленное название, но туда утекает масса документов изнутри официальных структур, реально очень интересно. К сожалению, он на русском. Но он действительно очень информативный и профессиональный, правда, авторы, которые известны, хоть они и пытаются быть анонимны, иногда несколько позитивно или негативно относятся к определенным компаниям. Ну, это надо вычеркивать, а документы смотреть, которые они публикуют, это будет довольно интересно. Что же касается Fridays for Future, в России есть большое количество групп, очень большое количество групп, которые не являются протестными, которых мы здесь не касались. В принципе, таких групп реально много, они занимаются и раздельным сбором мусора, и агитацией за климатические вопросы, они есть. Я бы оценил их количество групп, я не знаю, как это назвать, инициативных групп, то есть не оформленных организаций, но в той или иной степени организованных элементов общества. Я бы оценил во много тысяч, если не десятков тысяч, их действительно очень много, но они не настолько на виду, не настолько видны, поэтому пресса, как правило, не имеет оснований, чтобы о них слишком много рассказывать. На самом деле, они делают очень много, и это тоже существенная позитивная часть. Что касается вопросов, связанных с выборочной солидарностью, да нет ничего похожего. На самом деле, просто когда вопрос касается Москвы, Подмосковья или близких участков, да, действительно, его пресса покрывает проще, и до него просто рукой дотянуться, опять же, из Москвы, где находится основная часть коммуникационных ресурсов страны. Если это Челябинск, и большая часть решения принималась на месте, то да, когда там появляется митинг, наверное, об этом пресса пишет. А вот когда делается серьезная работа, которая не связана в прямую с митингом, а это очень много делается. Я регулярно работаю со СтопГОКом, мы с ними взаимодействуем очень тщательно, то здесь просто, опять же, нету такой публичной составляющей, поэтому, когда вы оцениваете активность различного рода групп, если это не публичный протест, который отражен в прессе, то очень многое остается за кадром, оно не видно. Но если вы подпишетесь на тот же телеграм-канал, на рассылку, там, серии сказ или что-нибудь еще, то все это сможете прочесть, к сожалению, большей частью на русском. И, наконец, по поводу покупателей в Германии. Да нет способа воздействия, надо просто отказаться от покупки угля. Нет способа воздействия, и не надо воздействовать, надо просто не покупать уголь. Уголь – это самое грязное, что у нас сейчас существует. Уголь – это самое вредное с точки зрения климата. Зачем? Нужен уголь. Он заменяется, тем более, что Германия решила отказываться от угля, и я очень надеюсь, что это решение уж как минимум зеленое до конца добьет. Так, извините. Елена? Да. Кое-что добавить про межрегиональные связи в октябре. Мы с Антоном колесили по Сибири, заезжали к местным активистам в разные небольшие деревушки. Какое же было мое удивление, когда за тысячи километров от Сыктывкара Архангельская от Шийса я увидела, значит, такой плакат «Стоп Шиес против строительства полигона на Шиесе в Сибири». Ну и тут мы, собственно, переходим и к телеграм-каналам, и к разным группам в соцсетях, которые дублируют те же телеграм-каналы. Это, например, группа, которая называется «Не Шиес», «Поморье и не помойка», группа комитета защиты «Вычек», да и есть еще много других, там типа «Чистые урдомы», которая изначально как раз занималась тем, что давайте разделять отходы. Они были чемпионами в Архангельской области по раздельному сбору, никакой политикой не интересовались, и тут начали им строить полигон для московских отходов. Они не очень были рады. Дело в том, что все эти группы, они сейчас постят новости, не только связанные с ними, не только связанные с их экологическими проблемами, но и с экологическими проблемами того же там Челябинска или Сибири, и не только даже с экологическими проблемами, то есть политика туда тоже просачивается, и отчасти из всех этих групп и в конце концов выросла группа в Телеграме «Россия не помойка», которая пытается как-то собирать у себя все новости, касающиеся и экологии, и политики, и политики в сфере экологии, и всего, что происходит у нас в России. Что касается профессионального пиара и пресс-релизов, я бы сказала, что плохо тот журналист, которому нужны эти чертовы пресс-релизы. Я раз 30 была на Шиесе, я была в Урдаме, в Мадмосе, в Яринске, я ходила на все митинги, я сижу во всех чатах со всеми этими активистами, я со всеми ними общалась, я им всем писала. И да, они мне сливают первую информацию и сливают эксклюзивную информацию, потому что я для этого что-то сделала. Если какой-то журналист сидит и хочет, чтобы ему там профессиональные пресс-релизы приносили, ну, я к этому отношусь скорее отрицательно. Многие из людей, которые сейчас активизировались, они знать не знают, что такое эти профессиональные пресс-релизы. У них тоже семья, работа, и они еще взяли на себя дополнительную обязанность заниматься вот этим гражданским активизмом. Они там ходят на эти, значит, пикеты, которые бессрочные, пикеты сменяют друг друга. Они собирают информацию, они пишут, между прочим, они пишут обращения в разные ведомства, им приходят ответы, и эти ответы потом пересылаются журналистам. Вот я получила очень эксклюзивную и узнала, что строительство на ШИСе ведет не только ШИС, а компания еще одна, которая имеет к правительству Москвы, потому что им пришел ответ, некая компания Эко Рейл Про. Неважно, но они делают действительно очень много, и если они сядут еще профессиональные пресс-релизы писать, не слишком ли многого мы хотим от этих людей? Надо больше требовать от себя. Я тут почти уже ничего не осталось, на что можно среагировать. Fridays for Future в России есть, но они очень не многочисленные, и им не удается никого мобилизовать. Это, к сожалению, пример, когда инициатива просто не подходит в силу особенностей среды в этой стране, потому что Россия это, ну, в общем, это начинает меняться тоже, да, но пока еще это страна климатических скептиков, да, в которой вопрос, дискуссия по вопросу изменения климата только начинается, и в которой есть очень широкая пропаганда, оплачиваемая компаниями, связанными с ископаемым топливом, пропаганда в отношении того, что непонятно ничего с этим изменением климата, и точно ничего делать не надо, потому что надо сначала выяснить, а никто еще не выяснил, еще никакие ученые не согласились, делать ничего не надо, да, вот, и так как большинство населения России из средств массовой информации имеет ровно, в общем, одно такое средство, и это первый канал телевидения, вот, то как бы пропаганда действительно работает, да, но это снова, это меняется, да, и мы увидим скоро, как пропаганда будет все меньше работать, а вопросы, которые мы бы хотели, чтобы их в России обсуждали, все больше будут обсуждаться, да, и я думаю, это ближайшее будущее, вот, про телеграм-каналы и пресс-релизы как-то, честно говоря, не хочется ничего говорить, потому что много плохого можно про это все сказать, вот, по поводу того, не обижаются ли на немцев за то, что отходы отправляют, ну, никогда этого не слышал, я был одним из организаторов компании, ровно такой же, вот, такие же радиоактивные отходы отправляли в Россию с 1996 года по 2009, и мы тогда это остановили, да, и вот, то есть, мы один раз уже это все останавливали, это сейчас снова перезапустили, и мы снова делаем новую компанию с коллегами из Greenpeace, в том числе, как бы, и с другими большим количеством организаций в России, чтобы это все остановить, и я думаю, что остановим, это исключительно вопрос времени, вот, но действительно, ни тогда, 15 лет назад, ни сейчас, я ни от кого не слышал ни разу таких слов, как, там, которые бы были индикаторами ненависти к немцам, то есть, на немцев, простых немцев в России за это ответственность не перекладывают, из того, что я видел, во всяком случае, точно, да, и последний вопрос очень-очень важный, как бы, да, о том, что, как можно все-таки повлиять на эту ситуацию с тем, что там у нас ад и ужас происходит, да, а тут сидят люди в теплых домах, у них все хорошо, у них прибыльные компании, эти компании покупают уголь, зарабатывают много денег для своих акционеров, потом многие тысячи акционеров, как бы, получают за все это тоже долю малую, и вот, конечно, это ситуация, на которую надо стараться повлиять здесь, потому что пока еще, честно и откровенно скажем, в России невозможно повлиять на эту ситуацию, да, то есть, когда станет возможно, мы первые пойдем это делать, да, но пока это еще не так, и, следовательно, нам, конечно, нужно включать Германию в эту работу, потому что здесь для нас, я имею в виду, для нас сейчас не только российских экологов, но и также немецких экологов, вот наши хорошие коллеги из Ургевальд, с которыми мы 20 лет работаем, и много всего хорошего уже сделали за это время, да, вот, и как бы сейчас под мы, я имею в виду вместе российские экологи и немецкие экологи, которые работают по этому вопросу, как бы для нас большинство возможностей сосредоточено здесь, а не в России, да, если мы мобильны, если мы можем мобилизовать ресурсы, как бы не только в своей стране, но и в другой стране, мы становимся вдвое более эффективными, как бы, да, и это обязательно нужно делать, потому что у нас нет другого выхода, пока здесь будут покупать уголь, там будет происходить ужас, да, и я тоже хотел, так как вот один из очень опытных людей в отношении давления на немецкую промышленность, это Хефа из Ургевальда, you want to say couple of words about how to press German companies, what is possible here in Germany? what's possible to do in Germany to put a pressure in the German company? чем занимается Ургевальд? Мы сейчас стараемся отгонять у компании деньги, и ситуация в Германии имеет тоже эффект на другие страны, например, Норвежский пенсионный фонд получает 2% от энергоконцерна РВЭ, и Ургевальд очень долго с норвежскими НКО работало над тем, чтобы РВЭ вылетел из этого пенсионного фонда, так что то, что можно делать здесь, это по идее могут делать и за рубежом, посмотреть, чтобы страхование их не приняли, чтобы банки не приняли, чтобы не было акций, с которыми вы как бы финансируете и поддерживаете этих энергокомпаний. Если вы хотите знать, как можно взять личные деньги из угольного бизнеса, обращайтесь к нам, я подскажу. Это было прекрасное завершение, потому что мы пока говорили о типично российских проблемах, но с другой же стороны говорили и о необходимости солидарности, в том числе международной солидарности. У нас сейчас было два очень интересных подъемных дискуссий, два интересных панеля. Большое вам спасибо, спасибо всем выступающим, спасибо нашим дискутантам, слушателям и спасибо нашим переводчикам. Спасибо за работу всем. Так, и если у кого-то остались какие-то вопросы, можно в личной беседе, наверное, ответить. Спасибо еще раз. Спасибо. 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 . Спасибо.